И давайте я хочу запустить. Первый способ запуска это с ключиком минус IT. Это запуск контейнера в виде, привязанном к текущему монитору. Интерактивный и TTY. И дальше по-простому имидж, который я хочу запустить. И я хочу запустить, например, Ubuntu. То есть, что это будет? Это будет выкачан образ Ubuntu, который содержит базовую файловую систему Ubuntu. И запустится в интерактивном режиме для меня. Давайте, вот смотрите. Сейчас он не нашел локально этого имиджа. Ubuntu это официальный имидж. Тег опущен, поэтому тег latest. Вот он у меня выкачался. И, как видите, я в контейнере. Если я скажу uname минус A, то я увижу, что это какой-то там вот Linux Kit на более-менее свежем ядре. Что это за ядро? Это ядро, которое у меня стоит в виртуалке. То есть, ядро вот ровно то же самое, которое у вас есть. Никаких новых других ядер и так далее здесь нет. Но если я скажу cat.etc.os.release, то я увижу, что это Ubuntu, там 20.04 LTS версия. И, соответственно, всяческую информацию про эту систему. Давайте я сделаю следующим образом. Я в файле в корне 1.txt запишу некоторый текст. Да, единички, двоечки, троечки. Ctrl D. Все. Файл записан. Вот мы его даже с вами можем посмотреть. Я выхожу из контейнера и запускаю эту команду еще раз. И, естественным образом, здесь этого файла нету. Здесь этого файла нету. Почему даже можно заметить вот здесь вот в приглашении. Это ID одного контейнера. Это ID другого контейнера. И это разные контейнеры. И вот этот вот контейнер, вот сказав здесь вот Ctrl D, я из этого контейнера вышел. И он остановился. То есть я вышел из процесса, который запущен в этом контейнере. То есть процессор Bash. И я из него вышел. Контейнер стал остановлен. Итак, контейнер остановлен, когда остановлен основной процесс в нем. При этом он существует. И этот файл там где-то на его файловой системе у нас есть. Существует. Это работающий контейнер. Кстати, вот о чем я вам PS-AX, извините. То, о чем я вам говорил. То есть здесь тот самый бинбэш, которым мы сейчас работаем, он здесь имеет PID 1 внутри контейнера. Я отсюда выйду при помощи команды Ctrl P, Ctrl Q. Да, то есть я набрал сначала Ctrl P, а потом последовательно за ней набрал Ctrl Q. Такая вот последовательность больше нигде не встречается. Она встречается только в докере. Я запоминал PQ. Да, это был индекс конвоев союзников во время Второй мировой войны в СССР. Но как бы это... Я немножко знаю эту тему. Я постарше, я проходил на уроках истории. Не знаю, насколько это близко вам. Может быть, придумайте свою какую-то аббревиатуру. Но я помню так. Вот. Что у нас появилось? Команда для того, чтобы посмотреть, что у нас происходит. Это Docker PS. Docker PS, она нам покажет наш работающий контейнер. Причем последний. Почему он покажет этот контейнер? Потому что я из него не вышел. Это интерактивный контейнер. Я от него отключился. То есть я вот эту интерактивность, я ее закрыл. Терминал. Вот. Поэтому он работает. Он не остановил. Если мы скажем Docker PS минус A, то мы увидим здесь один остановленный контейнер. Вот этот. Что мы здесь видим? Мы здесь видим контейнер ID и контейнер имя. Имя контейнера. Имя контейнера, если вы не указали, а можно указать, его для вас докер придумает. Вот. Абсолютно равнозначно. Можно использовать так и сяк. Вот. Можно эту команду. Есть в варианте PS минус AQ. То есть Quick. Здесь будут только ID. Я когда зачищал контейнеры, я использовал эти два ключика. мы можем попробовать прицепиться обратно к нашему интерактивному контейнеру. Для этого надо сказать команду Docker Attach. Вот этот вот контейнер. Вот. А. Ну это нет. Это остановленный. Остановленный нельзя приаттачить. А запущенный приаттачить можно. Вот мы его приаттачили. Опять Ctrl-P, Ctrl-Q. Вот. Для того, чтобы нам приаттачить Exited контейнер, нам нужно сначала его запустить. Поэтому давайте я скажу Docker Start и вот предположим его имя. Хотя я с тем же удовольствием мог бы сделать как-то не разу. Теперь я, если я скажу Docker PS, я увижу собственно оба запущенных контейнера. И давайте теперь у меня команда, которая у меня не сработала. Я ее скопирую и выполню снова. И она у меня уже сработана. Приаттачил работающий контейнер. И здесь я уже могу посмотреть файл 1.txt с моими этими штучками. Да. И я соответственно давайте сейчас уничтожу оба этих контейнера для того, чтобы они мне не мозолили глаза. и смотрите, Docker уничтожаются контейнеры. Таким вот образом значит я ему дам в параметр соответственно Docker PS минус Q в короткой форме. Обратите внимание, что у меня этот контейнер не уничтожился. А если бы я сказал Docker PS минус Q а то у меня только один бы контейнер уничтожился. Остановленный, потому что я вот здесь из него вышел. А второй контейнер продолжает работать. Но это не беда, можно воспользоваться, ну либо остановить контейнер командой стоп, либо воспользоваться ключиком минус F и соответственно убить эти контейнеры. Что у меня возникло? У меня Docker PS минуса опять ничего нету. А Docker images у меня остался сохраненный имидж остался сохраненный имидж Ubuntu с тегом, с текущим тегом latest. Все это у меня есть в презентации. Здесь то же самое только на Cintos. Вот я запустил Cintos. Вот я сделал файл тест один текст в домашнем каталоге. я запустил еще одну нету файла это ровно то что я показывал Ctrl P Ctrl Q я вышел показал Docker PS показал Docker PS минус A не смог приотачиться к остановленному контейнеру ко второму сумел и уничтожил оба контейнера. Вот такая вот у меня была история. Скажите нужно потренировать это или пойдем дальше немножечко. Если для тех для кого это вот не совсем понятно вопросы какие-то может быть еще и тишина была ответа меня вообще слышно? Да слышно отлично хорошо поехали дальше Docker это touch это PS это нет не туда не туда да все интернет здесь значит давайте мы запустим новый контейнер докер run минус IT Ubuntu мы запустили новый контейнер ну и нам здесь предлагают давайте мы посмотрим что-нибудь что здесь есть например что мы можем сделать мы можем сделать apt update мы можем попробовать посмотреть календарик нету календарик apt install joy и кал промахнулся по кнопочке кал не знаю где я тоже не знаю каком package а joy он поставил нет стоит да а дальше мы с вами запустим такую вот штуку нам рекомендуют да мы запустим бесконечный цикл который нам будет на экран писать строчку hello затем будет затем будет 2 секунды спать и все и больше ничего не будет делать вот я запустил такую вот верещалку вот и теперь я отключусь от контейнера control control q там эта верещалка продолжает работать и это все сделано для того чтобы показать вам команду docker logs docker ему нужно имя контейнера на вход я возьму вот этот идентификатор и мы с вами видим все что здесь было до этого да вот у нас тут джой открылся здесь у нас apt отработал да то есть вот все что у нас вот здесь вот было да все у нас есть в локсах непонятно когда это делать для того чтобы было понятно когда это делалось надо поставить ключик минус t минус t поставили ключ к вашему логам то есть к выводу std out у нас добавились time штампы вот и мы можем посмотреть когда что это было у нас сделано вот time штампы но вы же помните std out у нас продолжается поэтому в принципе у нас есть еще ключик так же как в тейле мы можем постоянно смотреть изменения мы сказали докер тф и вот у нас эти изменения здесь идут вместе с time штампиками все хорошо красиво вот это такой очень хороший способ следить за вашим контейнером и поэтому кстати очень часто демоны всякие вот если вы запускаете там например apache да там nginx то запускать ключиком но демон да то чтобы он не отключался от терминала а работал постоянно то есть писал все логи все всю информацию на экран для того чтобы легко можно было информацию эту доставать прямо из докер локса и соответственно смотреть и использовать вот вот так а что-то у меня чат зависит что-ли так могу здесь совершенно спокойно могу говорить control c он отсюда выйдет ничего не будет естественно еще раз запустить еще раз смотреть дальше это вот такая команда локс следующая команда это команда restart вот мы можем рестартовать этот контейнер и посмотреть что с ним будет команда restart реально рестартует базовый процесс внутри этого контейнера убивает все что там есть и реально выполняет по-новому почему-то эта операция тормозит но видимо там собирается статистикам у нас рестартовал контейнер теперь если мы с вами посмотрим логи то остальные логи у нас выведутся но но у нас с вами не будет продаваться продолжаться потому что если мы приаттачиваемся к этому контейнеру то мы увидим чистый shell в котором даже нет потому что был убиен и запущен слово